Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный. 15 часов 9 минут в Москве. А вот опять я тут, Ольга Бычкова, вам вместо Ксении Лариной. Ну, а Майя Пешкова на своем месте, конечно. Константа. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я сразу скажу про наших гостей. У нас сегодня замечательное издательство «Слово», которое отмечает свое 25-летие. Наталья Витисян, генеральный директор. Здравствуйте. Здравствуйте. Григорий Еретисян, представитель директоров. Здравствуйте. Здравствуйте. И Саша Еретисян, руководитель проектов, который мы, слушатели «Эхо Москвы», должны знать еще когда-то, когда-то. Наш товарищ просто... Боевой. Боевой товарищ. Боевой. Да. Здравствуйте. Рад тебя видеть. Привет. Спасибо. Я тоже. Ну что, прежде чем мы будем говорить про издательство «Слово», с большим удовольствием разыгрывать книги, которые у меня тут лежат просто красивыми стопками, и вопросы уже заготовлены для наших двух викторин, мы, наверное, скажем, да, Майя, правильно, контролируйте меня. Да, да, да. Мы сейчас скажем про книжные рейтинги. Да. И какие книжки продаются. Рейтинги трех московских магазинов, ведущих книжных магазинов в столице. Московский дом книги «Библиоглобус» и «Москва» вот предоставили нам такую информацию по тому, что у них популярнее всего на этой неделе. Итак, на пятом месте и четвертом тоже они делят одинаково, делят две книги, пятое и четвертое места. Это филдинг «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Это продолжение, да, «Бриджит Джонс». Какой-то уже очередной, 25-й, там, какой-то... Жизнь продолжается, я бы так называлась. Да, вот в этом сериале. Ну, отлично. И, конечно, Макс Фрай «Мастер ветров и закатов». На третьем месте Борис Акунин «Часть Азии. История российского государства. Ордынский период». Вот я, например, еще не дошла до нее, а все вокруг хвалят. Все говорят, что прямо все ужасно интересно, надо читать. Устинова «Ковчег Марка» на второй позиции. Ну и на первой, конечно, Пелевин, такой модный. И тоже все про это тоже говорят-говорят. Сейчас вокруг «Любовь к трем цукербридам». На первом месте по результатам продаж трех московских крупнейших книжных магазинов «Дома книги», «Библиоглобуса» и «Москвы». А на шестом месте, посмотри, пожалуйста, кто там у нас. Ой, Соломон Волков. «Диалоги с Владимиром Спиваковым». Круто. Об этой книге очень много говорят. Не только о диалогах с Бродским, но и об этой книге, которая вышла сейчас, к юбилею Скрипача. Ну, поскольку все знают, что такое культовая книга «Диалоги с Бродским», то, конечно, есть смысл взять диалоги с Владимиром Спиваковым тоже в руки и почитать. И, конечно, знают о книге про культуру Санкт-Петербурга тоже Соломона Волкова. Да. Ну что, вот такие у нас книжные новости на этой неделе. У нас будут еще книжные новости от Ильеша, но это будет в конце этого часа, без пяти, примерно четыре. А сейчас мы обращаемся к издательству «Слово», первому частному издательству России. Двадцать пять лет отмечает «Слово». Сейчас я вас, конечно, очень поздравляю. Спасибо. Просто я вас поздравляю от всей души, потому что это очень красивые и прекрасные книги издательства «Слово», которые видно на любой ярмарке и в любом книжном магазине. Вот вас действительно, это правда, это не комплименты, вас ни с кем не спутаешь. Ну, конечно, теперь я спрошу у вас очень свежо так, как вот это все случилось двадцать пять лет назад, что люди взяли и организовали издательство, которое стало потом таким большим, прекрасным и успешным. Не знаю, эта история чисто семейная на самом деле, потому что это издательство зародилось у нас на кухне. Вот. И оно должно было появиться в любом случае, потому что у истоков издательства стояли люди, которые всю жизнь занимались книгами и занимались очень серьезной литературой. Диана Варкесна-Тавикелян, которая была заведующим прозой в «Новом мире», ее друзья, замечательный художник Владимир Васильевич, книжный график Владимир Васильевич Педведев, вот, Лариса Беспалова, известный переводчик. Вот это группа людей, и с нами вместе Наталья Санна и я. Мы все, так сказать, приняли участие и создали вот это издательство, ну, стояли у истоков, создали это издательство «Слово». А вы когда его создавали, вот только придумывали, сидя на кухне все это, у вас какая-то была идея такая, ну, то, что называется красивым словом «миссия», вот вы ведь наверняка хотели сделать что-то такое, чего они делали для вас. Конечно, конечно. Как раз издательство появилось именно потому, что не просто просто надо было заработать деньги, вообще в голове этого не было. Это была миссия, конечно, мы должны были представить, это программное издательство, оно должно было представить все, что лучше было издано или не издано в русской литературе по тем или иным причинам. И поэтому издательство начало свою работу тем, что выпустило практически самые значимые произведения русского зарубежья. А что была самая первая книжка? Нет, первая книжка у нас была, так сказать, Агата Кристина, она не относится к русскому зарубежью. Это первая книжка, потому что ее надо было, так получилось, «Десять негритят» и «Вастичный экспресс». Вот. И потом следом уже пошли, так сказать, книги. Мы выпустили Виктора Некрасова, то, что было издано там. Выпустили, да, впервые выпустили «Набережный нерасцелем» и «Буроцкого». Вот. «Летит себе аэроплан». Это потом. Это потом. Мы издали книжку Саламова, мы издали книги Копелева и так далее. Было очень много интересных вещей. Мы издали о Марликах. «Причина Москвы» с воспоминаниями о Пастернаке, Смейль и Сяюна Фейнберг. Да, да, да. Я помню, что самое интересное... Вы помните получше, чем мы. Я помню, что о книгах, издательство «Слово» мы рассказывали. Это было под лестницей на улице 25 лет Октября, которая сейчас называется... Никольская. Никольская. И мы наверху курили, кажется, Ботманом. Там был такой пенальчик. И потом мы спустились вниз и под лестницей... Это потрясающее ваше радио, потому что... Наша молодость. Единственное, которое у нас в стране вообще относится к книге, как и должно относиться. Все забыли вообще, что есть книга. Она вообще как предмет культуры, в отличие от вашего радио. Поэтому такая длинная, очень интересная история. Но она все равно... Эта история, она... Это часть нашей жизни. Это уже образ жизни. Это не просто бизнес, там собрались, люди решили заработать деньги. И поэтому мы очень счастливые люди. Потому что я давал вам возможность нормально... Существует достойность, с одной стороны. Я имею в материальном отношении, да? Но с другой стороны, я считаю, что удалось очень много чего сделать. Поэтому Наталья Сангуля подробно может рассказать, потому что у нее память лучше. И... И мальчика, и у вас тоже. Спасибо. На нас перевели стрелки, как всегда. Женская половина пусть работает. Я хочу, господа, пропеть Асанну Дианю Маркесову Нитовикеляну. Это лучший редактор Москвы. К ней в ее добрые руки старались попасть все писатели. И Федор Абрамов, я знаю именно, она его, то что называется, за руку привела в литературу. И самое главное, именно благодаря стараниям, усилиям Дианы Маркесовны был опубликован журнальный вариант «Мастера и Маргариты». Она, видимо, сама связалась с Симоновым. Или Симонов ее нашел? Я не знаю деталей. Нет, на самом деле нет. Это было параллельно. Потому что она написала, кстати, в своей книге «Интерес к частной жизни». Она написала всю эту историю абсолютно правдивую. Просто тогда получилось так, что в журнале в Москве, которым она тогда работала, кто-то, я даже не помню, кто пришел, сказал, что есть возможность поехать к Елене Сергеевне Булгаковой и поговорить. Потому что у нее лежат какие-то рукописи, которые еще никогда никто не видел. И вот Диана Маркесовна, поскольку она отвечала за прозу в те времена в Москве, ее послали в журнале «Москва». Ее туда и послали. И вот она приехала в гости к Елене Сергеевне Булгаковой, и та ей выложила. Тогда я очень хорошо помню, что она рассказывала. Было два варианта. Либо напечатать в журнале театральную жизнь, либо напечатать мастера. Театральный роман. Театральный роман, да. И вот она тогда думала-думала и сказала, что если получится, то мастера. И, собственно, вот благодаря этой истории все это и получилось. И там была забавная, на самом деле, вещь, потому что, конечно, когда это прочитали уже в редакции, стали возникать всякие вопросы. Потому что, как вы понимаете, внутренний цензор, помимо страшных цензоров наверху, с которыми надо было всегда все согласовывать, внутренний цензор тоже не дремал в каждом из сотрудников. И все понимали, к чему они идут. Потому что читали, помимо восторга от потрясающего текста, невероятного художественного уровня литературы, с которым они тут столкнулись, они понимали, что там есть много, к чему могут придраться. И тогда они решили сделать так. Журнал не мог напечатать все сразу, естественно. В журнале всегда есть рубрики. И поэтому им надо было разбить. Они сделали, значит, одну половинку. И в конце девочки в корректорской написали, продолжение следует. Когда вышел первый номер, и разразился уже скандал, это в ортесту вызвали в цензуру высокие кабинеты. И она, значит, там с педой у рта пыталась объяснить, что это вообще потрясающе. Там ничего против советской власти вообще нет. То, что это только с великой жизнечеловеческой, в историческом разрезе. Ей сказали, что, вы знаете, мы тут, в общем, не дураки, что и правда они были очень. Особенно был такой Солодин потрясающий. Цензор, с которым, как говорил детский ортест, всегда соревноваться было очень сложно. Он был начитан так, как не был начитан никто. И когда она приходила к нему в кабинет, там стояли все книги запретные, привезенные из-за границы, издательство «Пассив», ничего там только не было. И он никогда это не убирал. Всегда это стояло. Представляете, перед взорами редакторов, которые приходили защищать свои детище, были выставлены вот эти книги запрещенные. Они прекрасно все это понимали. И они знали, что он-то это все читал. Они могли у него попросить почитать. Ни в коем случае. На вечерах нет. Но, тем не менее, он был просвещенный, Цензор такой. И с ним можно было все-таки о чем-то договариваться. И всегда, как рассказала Диана Оркестовна, умный редактор делал так. Он всегда в тексте оставлял вещи какие-то, которые лежали на поверхности, которые не заметить было просто невозможно. Поэтому первое, что делала рука Цензора, она их сразу вычеркила. Красный карандаш, он всегда это помечал и выхитывал. Но в глубине то, что осталось, самое-то важное, они это оставляли. И очень часто это и проскакивало. То есть сливки видел любой Цензор и убирал, а то, что было в глубине, оставалось. И надо сказать, что Солодин, понимая, что это осталось, он шел тоже на эту вот игру. Верхушку убирали. Исполняли свой долг. Да, долг исполняли, и это оставалось. А вот в истории с мастером Маргаритой, когда все аргументы были сняты, последний был аргумент, написано, продолжение следует, мы ничего сделать не сможем. Этот аргумент сработал. И вышла вторая часть. И вот именно этот вариант, журнальный, да? Этот вариант журнальный был первым опубликованным. Который многие из нас читали в детстве. Да. А у моих родителей до сих пор они хранятся. Я была совсем еще зеленая, да? Пятый класс школы был. А Диана Воркестна сидела, готовила номер к выпуску. И я спала на раскладушке в кабинете у нее. Она была старше тогда, естественно, меня намного. И спать было невозможно, потому что она мне все время зачитывала какие-то куски. То про бегемота с котом. Что значит балл сатаны. Я, по-моему, заснуть я не могла. Я всегда говорю, давай дальше, давай дальше. Вот так вот это вот случилось. Ну и вы решили, опять-таки, я все еще продолжаю о своем. Вы решили издать именно в этом варианте «Мастера и Маргариту». Нет, нет. Вы сказали, журнальный вариант вы издавали. Нет, это Диана Воркестна сделал тогда журнальный вариант, потому что там было много купюр. Конечно, конечно. Вот я об этом и спрашиваю. Того, что надо было убрать, то, что бросалось в глаза, конечно, сработало. Надо сказать, что потом уже в конце, прямо перед перестройкой, вот в такие рубежные годы, я не помню точно когда, но вышел, издали «Мастера и Маргарита» уже без купюр. И там было предисловие Симонова, потому что Симонов тоже приложил руку, очень основательно много сделал для того, чтобы это оказалось возможным. И я помню, Диана Воркестна тогда тоже работала с издательством, потому что она помнила и знала, какие куски были выкинуты. Но потом уже, вот то, что мы с вами сейчас читаем, да, и в нашем стотомнике русской классики, это «Мастер и Маргарита» уже без купюр, это не журнальная версия. А вот можно тогда сразу про стотомник русской классики рассказать, раз вы о нём заговорили? Потому что, вот, Саша, я видела тебя, да, у кого я видела? Вот этот очень красивый буклет. Ну, расскажи, Саша, давай. Это новое издание. Восторженные слова об этом стотомнике я слышала из уст Александра Поченка. Он был приобретателем ваших книг. Он уже был любителем. Да, он ценил книги, ценил переплет, говорил, что так надо издавать. И такие восторженные слова летели в адрес вашего издательства, именно из нашей гостевой, где мы общались. Так что примите эти несколько запоздавшие слова. Спасибо. Ужасно жалко, что человек ушёл безвременно. Сто томов. Вот только буклет сам по себе уже похож на очень красивую маленькую книжку. Только буклет, потому что сто томов невозможно, к сожалению, за собой возить. Нет, мы не рассчитывали. Это бесполезное занятие, мы не стали пытаться даже. Но это сто томов русской классики, это библиотека. То есть она продаётся вся целиком, не отдельно, это не серия, а она... То есть по одному нельзя купить? По одному нельзя купить. Нельзя прийти и сказать, дайте мне второй, восемнадцатый и семьдесят четвёртый. Нет, нет, многие пытаются, но нельзя. Эта библиотека, она как раз ценна тем, что вот она библиотека. Десять веков русской литературы в десяти коробках, на самом деле. Если это визуализировать, то сто томов помещаются в десять коробок. И вот всё, что должно быть в каждом приличном доме, уважающем себя и в некоторых особо приличных кабинетах, всё там. Это проект, который, на самом деле, у нас начался очень давно. Когда-то был прекрасный фонд Сороса, который здесь функционировал ещё в хорошие времена. И был такой проект, Пушкинская библиотека, который был сделан, в общем, на деньги фонда Сороса. И там впервые был собран как бы весь цвет русской классики. Тогда это было всего 80 томов, и это вообще... Нет, 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 это было не 80, это было 100 томов. Это было уже 50. Да-да-да. И, в общем, оттуда началась вот эта вся история с библиотеками. Потому что библиотеки – это же наше такое большое направление. Оно существует параллельно обычным книжкам. Обычные книжки продаются в основном через книжные магазины, а библиотеки – это уже, в общем, такой люксовый сегмент, на самом деле, рынка. И очень много людей просто приезжают в издательство, покупают у нас их напрямую. А как они об этом узнают? Ну, у нас есть сайт прекрасный, да. И на самом деле очень многие люди наши книжки коллекционируют. Вот как раз Александр Петрович Поченок был одним из самых таких вот известных и преданных коллекционеров наших книг. И он, в отличие от многих людей, которым просто нравятся красивые книжки, он действительно в этом разбирался, блестяще совершенно. И в содержании, и в обложках, и в корешках, и в полиграфии, и в каких-то переплётных материалах. И это, конечно, счастье, когда у тебя есть такие вот поклонники, которые действительно не просто регулярно покупают твой продукт, произведённый тобой, а которые действительно этот продукт любят, разбираются и регулярно ещё тебе предлагают его модифицировать, улучшить. И всё такое. Ну, сто томов – это, с одной стороны, много, а с другой стороны, выбор делать тяжело, наверное. Это очень тяжело. Я должен вмешаться в этот разговор, причём, потому что это всё было на моей памяти. Первое издание. Первое издание, всё. На самом деле… Было ли что-то не на вашей памяти? Что-то я забыл, конечно. В истории издательства. Что-то я забыл. Просто я хочу сказать, что выбор… Вообще там была редакционная коллегия, которую возглавлял Лихачёв, между прочим. Там была очень солидная публика, были люди, которые представляли цвет русской литературы, русской культуры. Поэтому отбор был очень жёсткий. И я хочу сказать, что никогда ещё в истории российского книгоиздания не было попытки представить 10 веков русской литературы. Не просто напечатать тексты, но заказали предисловия. Заказали комментарии лучшим специалистам по каждому периоду, по каждому автору. То есть это академическое издание? Это практически вот такая попытка была представить всю русскую литературу за 10 веков. Поэтому мы просто продолжили это дело. Сейчас, естественно, новые книги, новые авторы. Ну, жёсткий, конечно, отбор там. Но, тем не менее, это вот такой вот, это вот для нас, ну, это подвиг, так сказать. И нам есть чё гордиться. Это да, это правда. Это вот то, что мы сделали, это очень... Это очень много лет готовилось. И вот это вот новое издание, красивый буклет как раз тут вот у меня лежит. Это тоже, на самом деле, очень долго всё готовилось. Потому что каждый раз же надо заново ещё договариваться с авторами, с наследниками авторов. Заключать договора. Заключать договора. Это огромная, на самом деле, работа. У нас почему-то людям всегда кажется, что классика вообще должна стоить дёшево. И вообще непонятно, она вообще должна быть в общественном доступе. Это всё какая-то ерунда. Непонятно, почему за эти книжки надо вообще платить деньги. И вообще классика – это такое вот что-то, такое общественное достояние. На самом деле, есть же срок действия авторского права. Ну да, всё, в общем, расписано. И на самом деле, совсем не такая большая часть классики, как кажется людям, которые не вовлечены в издательские всякие дела, она находится в общем доступе. Есть огромное количество наследников, есть семьи, где наследников много, есть семьи, где много наследников, и у них не очень хорошие отношения между собой. И каждый раз издатель должен превращаться в такого детектива, который расследует всякие интересные семейные дела для того, чтобы достать, наконец, те права именно на те вещи, которые ему нужны. Потому что иначе можно остаться без культурного наследия случайно, если не разобраться. Ну вот я взяла этот красивый каталог, но я думаю, что никто не удивится, если вы узнаете, что в первом томе древнерусской литературы слова о полку Игореве и повесть тюременных лет, а заканчивает всё, конечно, Солженицыным архипелагом. Ну вот, а всё, что между этим, сами можете догадаться, что. У нас издательство «Слово» в книжном казино. Прерываем сейчас на краткие новости и затем продолжаем. Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный. Добро пожаловать в наше книжное казино. Ольга Бычкова, Майя Пешкова и наши замечательные гости из прекрасного, замечательного издательства «Слово», которое мы ещё раз поздравляем с 25-летием. Мы ещё сделаем это сегодня с большим удовольствием. Это Наталья Витисян, генеральный директор издательства. Григорий Еретисян, председатель Совета директоров. И Александр Еретисян, руководитель проектов. Мы поговорили уже о библиотеках, классике. И уже нужно теперь вот начать обсуждать вот эти красивые разноцветные книжки, которые Саша положила тут нам в больших количествах. Я хочу сказать, что среди книг, которые получат те, кто ответит на вопрос по СМС, это серия «Легенды моды». Вивин Вествуд, Ральш Лорен, Юбер Жванши, Кристобаль Валенсиага. Я просто не поняла, у меня книга в совсем другом оформлении. А у вас, потому что первые четыре книжки из этой серии. А это вторые четыре книжки из этой серии, свежеприехавшие только что из типографии практически. Да, и книга о Коко Шанель, но это книга, где рассказывается о её подругах, подруге Коко. Да у нас ещё там есть книга про Софи Лорен. У нас есть ещё книга про Софи Лорен. А вот здесь у нас ещё про Монро есть книжечка. Вот давайте про всё сразу скажем. Хорошо. Потому что я пытаюсь так очень изящно подъехать к вопросу, который мы зададим для разыгрывания всех этих сокровищ. А вот эта книга, которую я сейчас назову, это будет наш супер. Пристому, кто ответит по телефону. Говорим, какие книги он получит. Софи Лорен. «Вчера, сегодня, завтра. Моя жизнь». Автобиография, что самое важное. Свежевышедшая к юбилею Софи Лорен, который был вчера. Ей вчера 80 лет целых исполнилось. Берлин Монро. Это нелюбимое таково название книги. И Виттория с Гарби. «Сокровище Италии. Предчувствие Ренессанса». По-моему, это великолепно. Очень красиво. Во всех смыслах. Во всех смыслах. Ну что, хорошо. Тогда вот это вот мы оставляем сейчас для телефонного нашего. А давайте прямо сейчас по телефону поговорим. А по телефону нет. А потом СМС зададим. Мы его ближе к концу передачи. Прошу, Майя, я с вами не спорю. Тогда вопрос для СМС. Про артикулируй его, пожалуйста. Артикулируем. Значит, мы задаем вопрос следующий. Какая страна занимает первое место в мире по количеству объектов культурного наследия? Вот. У нас есть СМС-портал. Плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Прямо сейчас начинайте нам писать, присылайте правильные ответы. И мы прямо очень-очень, да, буквально вот в считанные минуты, как только правильные ответы появятся. Наши референты нам принесут список правильных наших победителей. Пять человек. Сколько мы выделяем? Пять человек, да? Вот у нас там хватит пяти комплектов. У нас хватит. У нас там еще лежат. У нас запады. А что мы не разыграем, будет разыграно в иных передачах радиостанции «Эхо Москвы». Следите за нашей семьей. Ничего не пропадет. Все. Вот все просто, все будет расхватано вместе с руками. Какая страна занимает первое место в мире по количеству объектов культурного наследия? Плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Пишите, уже люди пишут. Я уже вижу один правильный ответ и один неправильный. Ха-ха. Ну, сейчас ответят правильно, Оля. У нас не бывает такого, чтобы не ответили на вопросы. По-моему, такой легкий вопрос. Да? Не подсказывай. Не подсказывай. А у меня вопрос к нашим гостям. По случаю вашего юбилея вышло такое собрание сочинений газетное, посвященное вашему известному. Газетное – это хорошо, это красиво. Это ежепятилетняя газета. Это вот то, что вот тут не приходится. Да, да, да. Это безумно интересные газеты. Их где-то можно купить? Вопрос первой. Нет, это только дарят нашим друзьям. Это будет раздаваться наявно. Это будет раздаваться наявно еще. Буквально в первом номере я увидела Юрия Шагеновича с двумя металлическими фигурами, с двумя наградами шагающего человека. За что вы получили эти награды? Это книга года по всероссийскому конкурсу. Мы получили четыре раза книгу года. Больше. Даже больше. Поэтому я не понял, какая из этих наград, но я помню книги, которые были награждены этой наградой. Значит, у нас была книга Геннадия Николаевича Рождественского. Ой, какая красивая книга. Потом была замечательная книжка, даже две книги, двухтомник, типографика Кричевского. Потом что было, Наталья Александровна? Это было уже, если бог вернуть. Потом мы получили еще премию за... А, мы получили еще премию ЮНЕСКО в 90-м году. Это не шагающий человек. Это не шагающий. Это очень такая серьезная премия. Мы про свои премии расскажем сейчас. Нам получили премию ЮНЕСКО как самая красивая книга мира. Это была русская поэзия. Это были отдельные издания. Была серия «Самые мои стихи». «Самые мои стихи». Они были посвящены русским поэтам. И ЮНЕСКО отметила, что это очень красиво и очень содержательно. Ой, а можно я вот сейчас прочитаю одну СМС-ку? Просто я боюсь ее пропустить потом и забыть. А прочитать обязательно нужно, потому что... Хотя это про другое, но неважно. Про то же самое, про книги. Илья из Москвы просит передать большое спасибо за первое издание Фредерика Горенштейна. Очень хорошее трехтомное издание, говорит Илья. Вот, передаю. Спасибо, Илья, большое. Спасибо, спасибо. Так приятно, когда помнят то, что делаешь. Это же потрясающее время. Однажды я видела на Франкурской ярмарке, как встретилась Диана Варкесна и Фредерик Горенштейн. Они встретились как родственник, которые не видели давно-давно друг друга. Он же в Москву потом приехал специально на презентацию книги. Я просто в этих библиотеке газетной, как вы сказали, пытаюсь найти список с награды этих, потому что у меня застали врасплох совершенно. Простите, я не хотела. Мы думаем, что их так много, что вы имеете полное право об этом не помнить, конечно. Да, нет, но вот здесь действительно у нас много было, оказывается, всего. Не запоминаешь. Премия была правительства Москвы за летопись жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Это была действительно потрясающая работа, которую сделали. Это четыре тома летописи Пушкина. Готовили это вместе с Пушкинским домом. Домом, да, да. И расписан был каждый день Пушкина. Это составалось с Цивловским еще. С 36-го года работа шла. С 36-го года. И завершилась только вот в 90-е годы. И мы это четыре тома выпустили. И вы еще Пастернака выпустили, собрание сочинений. Да, собрание сочинений Пастернака, да. Это было полное собрание сочинений. С замечательным диском. Почти что академическое. Академического нет, но вот сейчас пока вот этот том. И мы можем гордиться, что мы выпустили все книги, которые были изданы, которые были написаны Александром Менем. А хронику человечества? Хронику России. И тоже диплома, оказывается, какая-то премия. Да, получили, да. Надо поднимать архивы, я поняла. А что неразуме в 25-летие стало ясно, что нужно делать не вот такую вот газету ежепятилетнюю, а надо хотя бы ежегодную было делать для того, чтобы потом не попадать в расплох, когда задают такие вопросы. А кто-нибудь знает, посчитал, сколько всего изданий у вас было за эти 25 лет? Нет, мы не посчитали. То есть практически как будто... То есть библиотека зарубежной классики стола. То есть библиотека зарубежной классики стола. А эти еще детские, вчера. А вот я еще видела какой-то красивый каталог вот у вас. А это вот сейчас мы подготовили новую библиотеку. Вот я надеюсь, в конце октября приедет 20 тому библиотека русских путешественников. Русских путешествий. Или путешествий. Да, вы долго спорили, как назвать ее. Кончилось, по-моему, путешествиями. Видимо, не доспорили. Не доспорили. 20 сетовник. Это мы делаем совместно с Русским географическим обществом. Там очень много архивных материалов уникальных, которые нам предоставило Русское географическое общество по этому книжку. Это очень интересная серия. Серия будет очень любопытная на самом деле. А вот пока к нам идут результаты нашего СМС-розыгрыша, Может быть, мы пока повключаем телефон и попробуем разыграть вторую нашу порцию книг, которую мы обещали слушателям. Это значит, что у нас? Скажите еще раз. Это у нас Мэрилин Монро. Нелюбимая. Это София Лорен. Здесь пишет София Лорен. Вчера, сегодня, завтра моя жизнь. Автобиография. И книга Витория с Гарби. «Сокровище Италии. Причувствие Ренессанса». Вот такие три книги – это наш суперприз сегодня. И мы тоже зададим вопрос такой вот. Мне кажется, он простой. Не знаю. Но может быть и нет. Было ли у Софии Лорен актерское образование? Если да, то где она училась? Было или не было? Только давайте быстро звоните, потому что две минуты на открывание интернета, знаете, тут никому не дается. Итак, было ли у Софии Лорен актерское образование? Я принимаю звонок. Или... Да, мы уже принимаем звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Ну, София Лорен. Актерское образование было или не было? Я думаю, что не было. Не было? Точно не было? Думаю, что да. Думаете или не было? Ну, судя по фильмам, этого не скажешь, но думаю, что все-таки не было. Вы, конечно, правы. Абсолютно не было у нее никакого актерского образования. Она просто была вот такая вот есть совершенно гениальная и замечательная. Спасибо вам большое, Алексей. Что получает у нас Алексей? Алексей у нас получит сокровище Италии. Он получит самую книгу биографическую. Да, и вот там мы узнаем, почему у нее не было этого образования. Да, и Марина Монру нелюбимая. Алексей, я вас поздравляю. Вот очень здорово. Ну и результаты нашего СМС-розыгрыша. Там, где мы спрашивали, какая страна занимает первое место в мире по количеству объектов культурного наследия. Ну, конечно, писали нам тут и про Китай почему-то, и про Францию. Самый популярный был ответ из неправильных. И про что-то еще писали, про Германию писали. Ну, на самом деле, разумеется, это Италия. Это совершенно понятно. Да, какой-то мы легкий вопрос придумали. Да, да. 49 памятников всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в Италии по состоянию на прошлый год. И быстрее всего дали правильный ответ у нас Юлия, чей телефон заканчивается на 3848, Андрей 4400, Ксения 1434, Александр 9806, Роман 4534. Вы получаете, дорогие друзья, вот прямо целую кучу книг. Каждый из вас получит по куче книг прекрасных, очень красивых. Ну что, мы еще вернемся в издательство слова, потому что у нас тут есть еще, конечно, о чем вас спрашивать. Что вы собираетесь издавать дальше, кроме библиотек? Это мы уже поняли. А вот что такого нового и неожиданного? Например. Что такого? Можно я просто вернусь немножко к вопросу, главному, про то, какая страна, у какой страны самое большое количество памятников? Просто вот книга, которую вы получаете в награду, сокровище Италии, Сгарби, она-то как раз очень интересно, на мой взгляд, дополнит картину, потому что Сгарби известен во всем мире и в Италии прежде всего тем, что он потрясающе пишет, почти прям как Умберто Эко, на самом деле. Он рассказывает о памятниках Италии, которые никогда не были и зафиксированы как великие памятники в ЮНЕСКО. Но когда ты читаешь эти книги, а мы только начинаем печатать серию книг Сгарби об Италии и о Ренессансе. А это серия даже? Это будет серия, да. У него много, да, у него много. Причувствия Ренессанса, да, потому что дальше пойдет уже, мы углубим эту тему, и дальше будет много интересных очень историй, которые пишут уже о художниках Ренессанса и потом уже дальше. Но просто ты понимаешь, когда ты читаешь Сгарби, что Италия фантастическая страна не только потому, что там так много зафиксированных этих памятников, а потому что там их огромное количество незафиксированных. И когда ты просто едешь по проселочным дорожкам Италии, по городам и весям, ты можешь заехать в любую деревню и увидеть какой-то невероятный собор, который никогда не был занесен на скрижали ЮНЕСКО, но абсолютно того достоин. Ах, если бы не землетрясения, которые почему-то их... Ну, все-таки не так много было этих землетрясений. К счастью, сохранилось больше, чем то, что разрушилось. Ну, вот, собственно, просто чем я хотела прокомментировать наш вопрос, который мне показался очень простым. Я думаю, в следующий раз надо задать вопросы о том, что не занесено. Вот, в частности, у меня вопрос касательно серии «Музеи мира». Да, серия «Музеи мира», она продолжается у нас. Она действительно уже рекордсменка, эта серия, потому что у нас уже 17 томов вышло. У нас сейчас выходит книга, посвященная музею Тиссон Барнемеса в Мадриде. На следующий год мы готовим Королевские музеи Брюсселя. Вот, ну вот то, что уже на поверхности. Это большие книжки с картинками? Это большие альбомы. Нет, это на самом деле не просто альбомы. Есть какая-то традиция, она сложилась именно в этой серии. Всегда ее пишут или хранители, или те искусствоведы, которые занимаются именно тем или иным музеем. Эрмитаж вышел? Эрмитаж давно вышел. Это очень серьезный вещь. Вы сейчас говорите про другой новый Эрмитаж, про который я и рассказывала. Это не серийный Эрмитаж. Он выйдет в конце ноября, этот Эрмитаж. Но это особо, это не серия. Это совершенно другая письма. Да, мы начинаем просто новые типы книги по искусству. Абсолютно новые. Он существует пока в одном экземпляре. В Италии была сделана эта книжка. Но мы решили просто издать вот такую же книгу, посвященную Эрмитажу. Это специальная съемка, где практически делается съемка 240 миллионов пикселей. Это просто послойная фотография. И на специальных станках печатаются эти книги и эти репродукции. Это практически полная передача цвета, которая вообще возможна на сегодняшний день. На самом деле не только цвета. То есть эта съемка, она как раз интересна тем, что ты видишь на картине то, что обычно видит сотрудник музея, хранитель, куратор. И так далее. Потому что видно трещинки на холсте, видно какие-то элементы реставрации. И в этом как раз весь кайф вот такой съемки, что можно взять фрагмент своей любимой картины и рассматривать его, в общем-то, до бесконечности. Потому что в обычной жизни увидеть это все невозможно. Тут несколько вопросов у нас пока от слушателей пришло. Пока мы говорили. Ну, во-первых, пишет Юлия, спасибо за замечательную книгу Боидерка. Саживайте ее. Ой, спасибо. И Юлия спрашивает, нигде не могу купить книгу «Неуловимый Париж». Будет ли она переиздаваться? Не планировали пока. Пока не планировали. Она действительно закончилась. Может быть, где-то еще в каких-то книжных магазинах она осталась. Я просто могу только предложить искать в интернете. У нас в издательстве точно она закончилась. Книжка была вообще замечательная, отличная, действительно. Это Михаил Герман. Да, это Михаил Герман. Мы пока ее не планируем переиздавать. Но, может быть, в какой-то момент соберемся. Мы с удовольствием. Ваш постоянный автор. Ведь выходил его импрессионизм и пост-импрессионизм у вас. Да, у нас было несколько книг. Он замечательный совершенно автор. Мы его очень нежно любим. Ну, и вот у нас есть еще такой слушатель Дмитрий Закатериев. Оренбурга, который очень Польшей интересуется. И всегда про это спрашивает. И спрашивает, публикуют ли ваше издательство польских авторов. Да нет, как-то вот не вспомню. Нет, пожалуйста. Ну, Дмитрий, извините. Да. Может быть, когда-нибудь. Да, что-нибудь еще. Ну, все-таки, может быть, еще нам расскажется что-то про новинки. И про то, зачем следить читателям в книжных магазинах. И что ловить? То есть у нас будет шикарный совершенно проект, который как раз надо будет ловить во всех книжных магазинах. 23 октября у нас выйдет новый роман Энтони Горовица под названием «Мориарти». Была у нас такая история. Мы выпускали книжку «Дом шелка». Это новые приключения Шелока Холмса, которые британскому автору, замечательному Горовицу, доверили тогда наследнике Конан Дойля написать. Потому что, на самом деле, этих новых приключений очень много. И регулярно кто-то предпринимает попытки их написать. Но это как бы вот настоящая такая вещь. И «Дом шелка» тогда имел у нас фантастический успех. Мы его тоже издавали. У нас была мировая премьера одновременно с Великобританией, с Америкой и еще с целым рядом стран. И сейчас у нас тоже будет мировая премьера. Потому что Антони Горовицу написал детективный роман под названием «Мориарти». А там все крутится, конечно, вокруг истории Холмса с «Мориарти». Сюжет не расскажу, потому что иначе я же выдам страшную тайну, чем заканчивается. Поэтому нет. В общем, это шикарный английский детектив, который выйдет везде. У нас там единый день старта продаж по всему миру. И, в общем, 23 октября надо будет просто ловить его с руками и ногами. Запомнили. Спасибо вам большое. Вот еще выйдет. Я просто хочу порадовать, наверное, многих любителей Паулы Волковой. Потому что буквально, я думаю, уже недели через две, может быть, раньше, из типографии придет книга, посвященная ей, алфавит Паулы Волковой. Это сделали книгу ее друзья очень близкие, собрали вместе и ее собственные тексты, и письма ее к дочери Маше, и какие-то разговоры с ее друзьями. Иллюстрации там тоже есть, кстати, в этой книжке. Иллюстрации там тоже. Ну, книжка получилась просто такая душевная и цепляющая очень. Я думаю, что те, кто любит Павла Волкова, то для них это просто будет масса. Где-то с 1 октября можно ловить. Здорово. Спасибо вам большое. Желаем вам, конечно, новых книг, новых проектов очень удачных. Всех успехов. Поздравляем еще раз с 25-летием издательства «Слово». Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Книжные новости. Всем привет. С вами Илья Иш и Книжные новости. Авторы из США впервые попали в короткий список Букеровской премии. Его объявили на прошлой неделе. Американское нашествие стало возможным после того, как год назад организаторы решили расширить географию приза. Ранее на Букер могли претендовать англоязычные авторы, проживающие в Британии, странах Содружества, а также Зимбабве и Ирландии. А теперь номинантами премии может стать любой автор, пишущий на английском, при условии, что его книги публикуются в том числе в Великобритании. В минувшем году это решение было принято публикой неоднозначно. Опасались, что американцы возьмут свое просто количество. В итоге из шести авторов короткого списка американцев всего двое. Во-первых, это Джошуа Феррис с романом «Воспрянуть в подходящий час» про зубного врача, чья жизнь оказывается под угрозой после того, как от его имени стали в социальных сетях появляться страницы. Стивен Кинг уже назвал книгу «Ловкой 22» для дантистов. Другой американский роман в списке – книга «Все мы абсолютно вне себя» – Карен Джой Фаулер. Издание «Коммерсант власть» описывает его как забавную и печальную историю о взаимоднажениях в семье, правах животных и самообмане. Кроме того, в шорт-лист вошел австралиец Ричард Фланниген. Проект британцев зовут Нил Мухереджи, Али Смит и Говард Джейкобсон. Победитель Букеровской премии получит 50 тысяч фунтов, а финалист их по 2,5 тысячи. Лауреат станет известен 14 октября. Занимательные, так сказать, цифры. В ЦИОМ на минувшей неделе опубликовал опрос, посвященный читательским предпочтениям россиян. 36% сограждан сообщили социологам, что не читают вообще. Для сравнения, в 2009-м таковых было всего 27%. Тут замечу, что в ЦИОМ не делят литературу по жанрам. А вот фонд «Общественное мнение» в мартовском опросе делил. И согласно их опросу, именно художественную литературу не читает вовсе 56% россиян. Больше всего книг, что неудивительно, покупают образованные жители двух столетов с 35-40 лет. Таковых 40% среди всех покупателей книг. 18% опрошенных читают и покупают электронные книги в интернете. 5 лет назад таковых было 5%. В центре исследования был вопрос о том, сколько сограждан готовы платить за книгу. Средняя цифра – 361 рубль. При этом более 1500 рублей за одну книгу готовы заплатить целых 5% респондентов. По-моему, очень высокий результат. Между тем, американский Pew Research Center также опубликовал результаты опроса про книги. Главная цифра – 43% младых американцев заявили, что читают книги каждый день. Полностью корректную параллель с Россией провести я сейчас затруднюсь. Однако, по результатам все того же весеннего опроса Фома, среди опрошенных россиян самых разных возрастов, не только среди младых, лишь 9% говорили, что читают каждый день. Американский Forbes опубликовал список лучше всего зарабатывающих писателей. В лидеры рейтинга вернулся детективщик Джеймс Паттерсон, которого в прошлом году подъяснила автор «50 оттенков серого» Эрика Джеймс. Сама она в этом году спустилась на 11 место, заработав 10 миллионов долларов. Ну а Паттерсон за отчетный период с 1 июня 13 по 30 мая 2014 года заработал 90 миллионов, издав с авторами аж 14 книг. Таким образом, его доходы за последние 10 лет составили 700 миллионов долларов. Дэн Браун за год заработал 28 миллионов и оказался на втором месте. На третьем – автор любовных романов Нора Робертс. На четвертом – легендарная дамская писательница Даниэла Стил. Джан Роулинг заняла 8 место, заработав 14 миллионов. А сразу следом за ней на девятом расположился автор «Игры престолов» Джордж Мартин. Национальный книжный фонд США вручил медаль за выдающийся вклад в американскую литературу автору тетрологии о волшебнике земноморья Урсуле Легуин. Более 40 лет, говорится на сайте фонда, Легуин преодолевает сложившиеся представления о том, как должно быть устроено повествование и литературный язык, как должны выглядеть персонажи и жанры. Она подступила к границу между литературой фэнтези и реализма, нащупывая новые пути для художественной литературы. Конец цитат. Издательство «Адмаргинам» продолжает курс на публикацию важнейших книг по философии культуры. Теперь оно, наконец, опубликовало самую первую книгу эссе американского писателя-философа культуры Сьюзан Сонтак. Она называется «Против интерпретации» и впервые увидела свет в 1966 году, сделав писательницу знаменитой. Сонтак была, возможно, первым автором, заговорившим об отсутствии непроходимой стены между высокой и низкой культурой. И в этом смысле жаль, что книга вряд ли дойдет до хотя бы относительно широкого русскоязычного читателя. Он ее вряд ли заметит, а, собственно, читатель Сонтак и так в курсе. В то же время, эта тема кажется по-настоящему важной. И то, что она не отрефлексирована в отечественном пространстве хоть сколько-нибудь широко, возможно, мешает пониманию явлений, в том числе и общественно-политической жизни. На сегодня у меня все. У микрофона был Илья Эш. Меня показывает звукорежиссер Марина Лелекова. Больше книжных новостей настаётся в Фейсбуке. facebook.com.booknews. До встречи.